Еще раз всех приветствую! Буквально давно я снимал большое учебное видео, но тем не только играют на гитаре чисто, как избавиться грязи в левой руке, в правой и так далее, так далее. Какие вообще бывают виды грязи, которых виноват именно исполнитель. Но сегодня хотел бы снять небольшое дополнительное видео и рассказать вам примеры грязи, в которых гитарей с ней виноват. Итак, наверное, самое первое, то, что вы у меня часто тоже на видосах слышите, это, конечно, фон от пружин. То есть, допустим, играем что-нибудь отрывисто, и сзади остается в процессе именно рубки, когда мы играем что-то такое с плашняком. Это особо не лезет, но, конечно, когда есть пауза, начинается, да, вот этот бесконечный фон. Лечится очень просто, то есть находим дома какой-то поролон и, естественно, вот можно, допустим, вырвать из коробки с датчиками фокин и воткнуть сзади, прямо вот сюда в пружине. Другой вариант подобного срача, это вот эти вот кусочки струн, тоже бывает на любой абсолютно машинке, то есть и после топ-лога, и не важно, бывает, допустим, на лисполе с этой стороны после униматика, но, тем не менее, в общем, тоже, когда гитара резонирует, бывает то, что здесь этот фон, он остается. Тоже эту проблему показывал, видос назывался, по-моему, зачем нужна резинка на грифе гитары, и, соответственно, вот опять же, можете не плениться на струнках заказать вот такую вот штуковинку, демпфер, и, соответственно, использовать его вот таким вот образом. То есть надевайте его и, в общем, радуйтесь жизни. Другой вариант срача, это шуршающий потенциометр, то есть у меня тоже здесь вот на этой гитаре он шуршит, и я, кстати, замечал то, что меня боятся новички упрекают, типа, серево, ты говоришь, что на гитаре тут чисто играть, а сам взял и нашуршал. Ну, нашуршал, это не я, нашуршал потенциометр. И, как говорят, на этой гитаре, здесь у меня получается то, что он до конца обычно сворачивается, только у меня вот. Я убрал его сюда, но немножко как бы звука остается, поэтому тоже бывают всякие штуки слышные. Это надо исправить, конечно, просто устроится такой день паяния, но пока просто, честно говоря, лень. Но, конечно, надо. Еще один вариант срача, это когда подфанивают болты, на которых крепится датчик. Ну, не болты, точнее, а пружины. Тоже у меня такая проблема была, я уже как бы все там положил пролом под пружины, положил сюда все эти резинки, и долблю, и все равно остается в паузах какая-то говнинка. Эта говнинка оказалась то, что болтик немножко там болтался с пружиной, и, в общем, пара оборотов буквально, и готово. То есть здесь проблема ушла. Так было то, что по гитаре стучишь, и остается такой пын-пын, тоже призыв металлический. Еще одна проблема, она касается струн не очень качественных. Я сейчас специально ради эксперимента поставил сюда не DR, а чтобы вам показали, поставил другие струны. Марка известная, но, конечно, похуже, чем DR сильно, и струны волчат даже просто вот открытые. То есть, допустим, играем. Видите, что происходит? То есть, получается, в этом мы никак не виноваты, просто даже если супер аккуратно взять ноту, все равно ее колбасит. Интервалы звучат. То есть, кто строит, кто не строит. Почему так именно, я не знаю, но на некоторых марках я такое замечал, что берешь новые струны, и даже когда там, не знаю, идея прошла две, пока остается звон, какие-то, может быть, неправильные бертона, может, они, не знаю, намотаны через зад. В общем, такая штука тоже остается. Это проблема. Ну и, соответственно, еще бывают ситуации такие тоже более сложные, когда болтается немножко анкер там, и тоже уже все проложили, все запоролонили, заизолировали, просто пластырь везде повесили, но все равно при какой-то рубке отрывается, остается какой-то там пинг-пинг. Тоже бывает то, что резонирует внутри анкер. Ну и, конечно, порядок же стоп-лог, когда у вас не зажат, тоже может резонировать. Бывает в колках, что-то где-то тоже не закручено. Бывают сзади тоже какие-то вещи. В общем, все эти металлические соединения старайтесь нормально зафиксировать, и, в первую очередь, пройдитесь по вот этому месту, если у вас флойдет по пружинам, ну и, конечно, сделайте пост. Хотя, опять же, должен сам себе это сказать, но, как бы, блин, сделайте, и все у вас будет здорово и чисто, потому что на записи, конечно, напрягает, когда, допустим, играешь отрывается в какое-то место, у тебя остается этот фон, потом звук очурья затянул, в общем, это геморрой. Но, опять же, напрямую, в плане как исполнитель, в таком сраче вы, конечно, не виноваты. Это уже проблема и непосредственно аппарата. Ну вот, вроде все. В общем, как обычно, лайкуйте. Здесь была только правда об игре на гитаре, поэтому подписывайтесь на перегитарные. Смотрите, уже 93 урока выпущено. Ну и, опять же, огромное количество Мейтли и других тематических гитарных видосов. Все, всем, всем большое спасибо за многолетнюю поддержку, за то, что вы так подписывались, кнопочка приехала и, в общем, до скорого. Всем пока!